Техники выполнения упражнений Очень важно овладеть правильной техникой выполнения упражнений. Это позволит избежать травм и в то же время прицельно направить силы на проработку определенной группы мышц. Еще раз. Это особенности техники, которые необходимо изучить для правильного выполнения упражнений. Правильная техника – это ключ к работе над правильной группой мышц без травм и достижения прогресса. Итак, начнем с плечей. Почему плечи? Потому что, когда кто-нибудь смотрит на вас, первое, на что обращают внимание – плечи. Плечи формируют ваш силуэт, показывают, насколько вы крупны и как широки ваши плечи. Даже одежда сидит лучше, если у вас развиты плечи. Мы начнем с плечей, перейдем к грудным мышцам, далее руки, спина и, разумеется, закончим ногами. У меня есть любимое упражнение и великолепная техника на каждую группу мышц. Итак, начнем с плечей. Это упражнение называется подъем гантелей в сторону. Большинство людей по-прежнему делают это упражнение неправильно. Потому что упражнение требует хорошей координации. Без нее напряжение мышечной группы затруднено. Я помогу вам делать это упражнение с легкостью. Если вы не можете выполнять какое-то упражнение правильно, то всегда есть возможность заменить его другим. Я покажу вам основное упражнение подъем гантелей в стороны и укажу на ключевые точки, чтобы делать его правильно. Итак, берем гантели. Держим гантели, руки вниз в стороны. Во время выполнения упражнений ваши локти всегда слегка согнуты. Всегда слегка согнуты. Никогда прямо. Еще раз. Грудь вперед. Грудь вниз, грудь вперед. Теперь подъем в стороны вверх. Локти всегда смотрят вверх. Внизу гантели не касаются тела. Руки не опускаем. Сохраняем постоянное напряжение. Еще раз. Посмотрите на мои локти. Немного согнуты. Это упражнение на средний пучок дельтоидов. Вот здесь. В середине ваших плечей. Ваши плечи состоят, разумеется, из трех пучков. Передний, средний и задний. Сейчас мы фокусируем на среднем пучке, так как это первое, на что обращают внимание в вашем физическом развитии, если смотрят прямо на вас. Многие делают ошибки при выполнении, оставляя локти внизу. Это неправильно. Либо двигая локтями. Это тоже неправильно. Еще раз. Подъем гантелей вверх в стороны. На уровень плеч. Грудь вперед. Отличное упражнение. 15 повторений и вы на пути к отличным дельтоидам. Теперь, если вы не можете выполнять это упражнение, я покажу вам другое для каждой руки отдельно. Что позволит вам не делать типичных ошибок. Используем скамью под углом 45 градусов. Располагаем корпус полностью на скамейке. Не вперед, не назад. Полностью на скамье. Работаем на тот же боковой пучок дельтоидов. В данном случае рука прямая. И плавный подъем. До уровня плеч. Вот здесь. Не выше. И не слишком низко. До уровня плеч. Опускаем вниз. Медленные подконтрольные движения. Вниз не бросаем. Если бросаете, плечо не нагружается и выключается из тренировки. Вот так. Работаем непосредственно на средний дельтоид. Смотрите прямо. Не в сторону. Не в сторону. Вы хотите выглядеть straight. Это упражнение подъем гантели одной рукой в сторону. Отличное упражнение, которое дает вам накачку и позволит вашим плечам выглядеть лучше и сформирует широкие плечи. Теперь приступим к заднему пучку дельтоидов. Это всегда сложно, так как, во-первых, вы их не видите. Многие их вообще не тренируют. Их не видно, и поэтому их пропускают. Но я покажу вам отличное упражнение, которое действительно работает. Опять используем скамью. Многие делают упражнение в наклоне. Я делаю упражнение без читинга. Техника позволяет прицельно воздействовать на задний пучок. Внимание, локти всегда направлены вверх. Если посмотреть в сторону, мои локти смотрят вверх. Многие делают это упражнение неправильно. Посмотрите на локти. Если делать вот так, это неправильно. Таким образом я работаю мышцами спины. При помощи простого разворота локтей вперед. Вот так. Нагрузка переходит на дельтоид. Вот здесь. Если делать так, то на трапецию. Еще раз. Задние дельтоиды. Итак, мы сделали средние и задние дельтоиды. Теперь я покажу упражнение на передние дельтоиды. Оно дополняет общий вид ваших плечей и в то же время дает ощущение массивности, а также помогает вашим грудным. Есть очень много упражнений. Я покажу вам пару из них, а вы уже сами решите, что вам больше подходит. Первое упражнение простое. Используем одну гантелю. Берем ее в руки. Вот так. Держим в руках прямо перед собой. Грудь вперед. Еще раз. Не надо сгибаться. Грудь вперед. Не касаемся гантелей тела. Держим всегда на весу, на расстоянии. Поднимаем на уровень плеч. На уровень плеч. Убедитесь, что не работаете трапециями. Если вес для вас слишком велик, то вы будете помогать себе трапеции. Вот так. Расслабьте плечи. Стойте в свободной стойке. Держите гантелю прямо перед собой. И работайте, используя только передние дельтоиды. Передние дельтоиды. Я не слишком высоко. Вот до сюда. Передние дельтоиды. Отлично. Еще одно упражнение. Работа с двумя гантелями на переднюю дельту. Многие видели, как это делает Арнольд. Повторяют. Но неправильно. Почему? Во-первых, начинают подбрасывать. Вот так. Но это не работает на дельты. Хотите делать правильно? Еще раз. Грудь вперед. Далее. Медленные подконтрольные движения. Медленные подконтрольные движения. При увеличении рабочего веса, некоторые делают движения в стиле молот. 15 повторений, и вы на пути к великолепным дельтоидам. Это были упражнения на форму. Для средних, задних и передних дельт. Давайте сделаем упражнение на силу. Я предпочитаю использовать гантели, а не штангу. В жиме гантелей многие по-прежнему делают ошибки, работая либо слишком низко, либо слишком высоко. И так. В жиме гантелей подходит при работе на массу, толщину мышечных волокон и всего, что с этим связано. Запомните. Начинаем движение из положения, когда гантели на уровне ушей. Начинаем отсюда. И на верхней точке. Если сделать выше, включается трапеция. Нам не нужна сейчас трапеция, нужна работа дельтоидов. Начинаем от ушей. Жмем вверх. Работаем плечами. Работаем плечами. Плечи. Плечи. Все дельтоиды. Все дельтоиды. Это работа на массу. Не надо торопиться. Медленные подконтрольные движения. На плечи. Вот так. Итак, теперь я покажу вам упражнение для женщин. Предыдущее упражнение могут делать и мужчины, и женщины. Но это упражнение дает такой же эффект, как и подъем гантелей в сторону. Это простое упражнение, если вы знаете, как его выполнять. Итак, подъем штанги перед собой. Многие делают это упражнение узким хватом. Слишком узко. У такой техники есть свое применение, но не для женщин. Почему? Да потому что развиваются трапеции. Но для женщин это не нужно. Вам нужны плечи. Красивые, округлые плечи. Держим штангу широким хватом. И опять грудь вперед. Прогнулись. Опять грудь вперед. Начинаем движение локтями вверх. Верхняя точка прямо перед вашей грудью. Подъем почти до подбородка. Прямо перед вашей грудью. Посмотрим сбоку. Грудь вперед. Не сгибайтесь. Грудь вперед. Медленные подконтрольные движения. Итак, теперь мы заканчиваем с плечами и переходим к следующей мышечной группе. И-почтение. Грудь вперед. Продолжение следует. Продолжение следует...